Мы продолжаем серию наших обсуждений, дискуссий, разговоров, которые условно привязаны к событиям 30-летней давности. Мы с Фонда Курчакова решили заехнуть немножко стариной, но, естественно, используя это скорее как повод, потому что нам сейчас гораздо интереснее происходящее сегодня. Но происходящее сегодня неразрывно связано с тем, что было 30 лет назад. Я по дороге сюда прочитал очередной брейкинг-ньюс про то, что специальный прокурор Мюллер закончил, закрыл дело и выступил с заявлением, отказался давать указания, выступил с заявлением, которое, на мой взгляд, был бы и американцем, я бы пошел манифестировать, по-гласному, хватит морочить на полу, то, что Мюллер сказал, что у нас не было возможности предъявить президенту подвинения. Как больше, так и понимаю. И если бы президент не совершал преступлений, мы бы об этом так прямо и сказали. И все. И дальше сторона Трампа объявила, что все дело закрыто, как видите, забудем. Сторона демократов сказала, ну теперь-то точно и пичкер, потому что он не сказал, что он не привил обвинения только потому, что не смог. То есть вот это вот эпизод, который, естественно, открывает новую главу всей этой чудесной эпопеи. Но я бы это вспомнил именно сейчас вот здесь, потому что у нас тема по поводу демократии. А такое ощущение, что демократия превращается в манипулирование уже на всех уровнях. Вот спецпрокурор Мюллер произойдет впечатление такого честного служателя, которому поручили выяснить правду. И он ее выяснил. И вот он ее вроде как выяснил. Все от него ждали вердикта. А вместо вердикта получилась вот эта дрель, которая ничего не закрыла и ничего не открыла. И вот дальше как говоришь. Ну то есть я уж не говорю про замечательную эпопею, которая называется «Выстрелит в ритане из Европейского Союза», которая уже такова, что ее невозможно не спародировать, не придумать чего-то более обсудимого. В связи с этим события 30-летней давности, которые мы сегодня, вот в этот раз используем как повод порассуждать, они, конечно, куда более драматичные и трагические даже. Это 30-летие попытки части китайского общества изменить политическую систему, чем это закончилось и что закончилось довольно неприятно. Ну и тогда казалось, что это какое-то исключение из общего тренда, из общего направления развития на демократизацию, потому что 89-й год – это действительно прорыв просто повсеместного. Восточной Европы и Советского Союза, где ровно 30 лет назад, кстати говоря, начался в эти дни первый съезд народных депутатов, абсолютно историческое событие, и до Чили, где ушел Пиночет, ЮАР, где начался переход этот артеид и так далее. И вдруг на этом фоне в Китае ровно-обратное развитие. В принципе, спустя возникает вопрос, Китай, который эту демократию растоптал гусениц метаном в одном положении, а многие из тех, кто эту демократию приветствовали, ну, скажем так, несколько другом. И самое главное – ощущение уверенности в завшем дне, оно совершенно не такое, как тогда. Тогда казалось, что вот именно с открытием, открытостью и демократическим развитием связаны наиболее светлые перспективы. Я до тех пор и был студентом, я вспоминаю, я бы вот в этой аудитории лидерантовали, что по ощущению предыдущего счастья, это, наверное, был самый радужный период в моей жизни. Я с тех пор уже такого не испытывал, наверное, уже не испытывал. А в Китае, наоборот, что вот это вот кошмар, это конец. Наконец, был шанс, и он не испытывал. В принципе, я спустя выдохнув несколько иначе. Давайте начнем кратко все-таки с воспоминаний. Александр Владимирович Китаем занимает всю жизнь, но в 89-м году конкретно, в те дни, в те недели, чем занимался? Внимал, я тогда не Китае, в этом году выпускных экзаменов в университете. Как это самое? Это такой вот маленький киняйник, который всегда с тобой. Но что касается воспоминаний об этих событиях, они преломляются через китайских стажеров, которые тогда уже были в университете. И для меня самым, пожалуй, показательным и интересным была смена их настроения и рассказов. Потому что я был на философском факультете, соответственно, это были разговоры именно о том, о марксизме, о путях развития, о моделях социализма. И китайские коллеги еще буквально 2-3 месяца назад подходили и говорили, какая у вас замечательная перестрелка, мы поддерживаем Горбачева, это так хорошо, это так замечательно. Потом у нас наступает какая-то пауза молчания и говорят, у нас есть опасения, что Советский Союз идет не туда. У вас могут быть проблемы. А то, что сделал у нас Дан Сео Бин, это, конечно, было сложное решение, но оно было сделано для того, чтобы у нас не было украины. И я понял, что после того, как китайские коллеги за буквально месяц-полтора кардинально изменили свои подходы к тому, что происходило тогда в Советском Союзе, то есть оценки быстро изменились от оптимистических до молчаливых, и потом до таких вот немножечко критических и более защищающих то, что сделано в Китае, чем одобряющих то, что было сделано в Советском Союзе, стало понятно, что пройдет какой-то рубеж. Потом, когда были возможности уже в первый раз поехать в Китай уже после событий в 90-м году, то было заметно, как замолчали. Потому что если до этого китайская интеллигенция спешила всегда, что называется, с открытой душой, как бы рассказать, что будет ваша партия, наша партия еще хуже, еще страшнее, что вы не рассказываете, что у вас плохо, вот хуже, чем у нас, так вообще не бывает. А потом в 90-м году встречают тем, что люди и Ковну, с кем я уже познакомился в Москве, мы, конечно, старше, умнее, но, по крайней мере, общаясь со мной еще тогда, в 2004-х, в Московской университете, они много рассказывали мне о том, как плохо в Китае, что систему пора менять, что все внилое, турократия, коррупция, партийная диктатура, и другие встречают уже людей на следующий год, уже в Китае, и они как-то молчат. Вот эта вот идея, что все надо менять, она, ну, я думаю, ладно, наверное, ну, да, действительно, они испугались что-то, потом прошли, проходят годы, и я понял, что вот эта иллюзия, вот этой весны, о чем сказал Федор, вот когда кажется, что сейчас все изменится, начальству и будет хорошо, что китайская интеллигенция просто пережила этот момент, и этот момент уже никогда не вернется. Вот этого оптимизма, каких-то подъема такого, надежда на то, что вот люди, собравшиеся на улице, способны с анимфактом появления на улицах изменить судьбу государства, судьбу страны, ну и потом, скажем так, внешний образ событий на Теониде и внутренний пропагандистский образ событий на Теониде очень различаются. Я посмотрел, что у нас там, я просто помню, что вот на анонсе нашей сегодняшней встречи была вот эта знаменитая фотография, где один такой человек в белой рубашке и темный брюк ставит под колонной танка, но на самом-то деле в китайской пропаганде, и я долго хранил эти журналы, были опубликованы совершенно кошмарные фотографии с таким настоящим китайским натурализмом, где-то убитые, изувеченные, искалеченные солдаты, потому что толпа ловила солдат, их убивала, лечевала, поджигала, и жертвы были садей сна. То есть если бы это была такая вот, что называется, игра пучил, что там не пострадал ни один военный, но были убиты только невинные дети, это было бы по-другому. Но на самом деле, вот, скажем так, вот помимо вот этой вот классической картинки на площади Теониде, и действительно вот эти замечательные и нестаренькие студенты, которые думают только о всем хорошем, и ни в коем случае ни о чем плохом, ну, для простоты, просто Китай на самом деле, Пекин немножко похож на Москву своим городским устройством. Другое дело, что московская пельцевая народа, она действительно садовая, кольца бульварная, они круглые, а китай они квадратные. Ну как, вот так, с севера на юг, с востока на запад, и на баррикадах, которые были выстроены по первому кольцу, ну, условно, так, по гульварным поисковским кольцам, это было гульварное кольцо в Москве, там стояли бюстеренты, там стояли взрослые люди, готовые к жертвам, иногда с холодным оружием, с кольгами, ну, с какими-то подручными средствами для того, чтобы отдавать отпор армии, и самые тяжелые жертвы, самые настоящие круполеки было в Дагибрикаде. Скажем так, ну, опять-таки, не принимайте это буквально, но если спроецировать карту Пекину на карту Москвы, ну, условно говоря, это вот как где-то там в районе Тиевского лагала Смоленской ночи, или как вот с западной, что поисково ходили в Пекину со стороны города, с западного направления, и там еще лет 10 назад на домах в районе станции метро МСЮДИ, военный музей, потому что можно было видеть просто дыры, ну, как, вот там вот, ой, потому что там действительно были перестрелки, там были настоящие жертвы, на самом деле, на стене Аниме, просто когда уже стало ясно, что все это закончилось, просто студентов вытестили, они оттуда ушли, просто площадь очистили, и все, но проблема даже не в том, сколько погибло людей, но что, ну, в любом случае, с обеих сторон, со стороны армии, со стороны гражданского населения, ну, ищите это с собой, то есть в сумме потери не превышают тысячи человек, но след, который все это оставило и в китайской истории, и в мировой истории, и в китайской национальной психологии, вот он не сводится, вот скажем так, количеством потерь, потому что после этого началось очень глубокое переоснасление того, как надо развиваться, куда надо двигаться, и, скажем так, что надежды китайцев, иллюзии китайской интеллигенции образца 89-го года с андрею мало чем отличались от тех иллюзий, которые вышивали тогда на северный народный депутат СССР. Вот это расхождение, вот это серьезное расхождение траектории развития Советского Союза и Восточной Европы и Китая с другой стороны началось именно после этого самого. Когда Китай действительно встал на другой путь развития, стал искать по-настоящему собственный путь и действительно довелся успеха, хотя тогда это казалось просто невероятным, абсолютно не... ну, чем-то немыслимым, что есть какой-то иной путь, который может привести к страху поцентрации. Ну, то есть уточняюсь, это реально была попытка серьезного мятежа, который был подавлен. Скажем так, это было решение снизу за все хорошее против всего плохого. За то, чтобы не было коррупции, за то, чтобы не было непокитов, за то, чтобы чиновники не пользовались привилегиями, за то, чтобы не росли цены, потому что одним из пусковых крючков была очень высокой инфляцией в будущий год. И она очень сильно ударила по людям. То есть тогда в Китае очень критически использовали вот эти кинсианские так называемые рецепты, что когда закачивают деньги в экономику, соответственно, экономика уже сразу же начинается, дефицит начинается, рост цен, после чего люди начинают воспринимать очень болезненно. И там были очень сложные события, пересказать невозможно, по крайней мере, студенты несколько раз добивались успеха, с ними вступали в переговоры лидеры государства. Сажали за стол с ними, разливали, что вы хотите, чего вы требуете. И студенты начинали требовать все больше и больше и больше, потому что если бы, в истории, конечно, нет протеста, со слогательного поклонения, но если просмотреть события и не забьем, то можно найти несколько таких точек, когда, условно говоря, лидеры этого степенческого движения могли сказать, что вот наши требования на комиссиях борьбы с коррупцией, наведения порядка, то есть была вот эта точка, когда лидеры протеста могли быть кооптированы в систему на условиях, которые не были для этой системы универены. Они решили идти до конца, представив себе, что они своим давлением могут вообще подправить отставку все китайские руководства. То есть на каком-то этапе люди, стоявшие во главе этого степенческого движения, просто потеряли связь с реальностью. Может быть, наоборот, скажем, нельзя говорить, что это была их ошибка. Можно говорить в их пользу, что это была вот такая прекрасная и несбыточная мистерштама. Вот те точки, где им удавалось добиться максимальных поступок от власти, им удавалось добиться переговоров, им удавалось добиваться чуть ли не изменения от власти каких-то таких заувалированных, и каждый раз они не могли остановиться, они шли все дальше и дальше. И после этого властям уже стало ясно, что, скажем так, договориться, вот что называется, таким образом, в результате которого все стороны сохранят сценарии. Понятно. Ну, это сценарий там, в общем, не уникальный для Китая. Во многих такого рода процессах было похоже, хотя исход был равен. Александр Сунинович, вы, понятное дело, наверное, за Китаем когда следили, как и я, постольку-поскольку, но зато мы гораздо более прилипали к экрану нашего съезда, да и вообще был такой период, когда действительно был большой-большой год вшевремен. Вас тогда как-то интересовал Китай вообще? То, что там происходит? Да, интересовал какие-то постольки-постольки. то есть это тяжелые переживания. Такое было ощущение тоже, ну, не скажу, крушение всех надежд, потому что всех надежд у нас, мы с Китаем не связываем. В общем, упадок, упадок настроения от этого процесса. Я думаю, что не одно. вы тогда боялись, я, честно говоря, пытаюсь вспомнить свое ощущение, я не помню. Вы тогда боялись, что это некий прообраз, прототип того, что может произойти в лицах? Нет, у меня такого ощущения не было, потому что я сработанно скептически относился к тому, что, так сказать, было в Советском Союзе, и у меня не было, несмотря на съезд на депутат, у меня не было ощущения, что это низовое движение, которое мы можем вырвать из-под контроля и дальше поступить именно так и поступить в Китай. У меня было скорее ощущение, что мы контролируем, манипулируем процессы и в общем пока что этой системе появятся нечем. Не важно, в случае прав я или нет, но я прям отвечаю на вопрос. Ну и все-таки я вспоминаю свои ощущения, когда там борище, собрание, собрание, людей, которые в общем никогда в таком виде не собирались, и уж точно их не показывали по телевизору, там Академик Сахаров на трибуне, Ландсберг из из зала выкрикивают то, что только что было правого, из-за которого сажали. Конечно, было ощущение совершенно невероятное, вы говорили, что вы скептически относились, потому что вы полагали, что из этого что-то получится, и вы предвидели коллапс, или вас это бы как-то, не знаю, смущало своей какой-то неправдой внутренней. Нет, давайте сейчас тут развлечение проведем, потому что мы говорим о демократии, мы говорим о значении и значительности процесса. О значительности процесса, несомненно, внимание было огромное к тому, что у нас происходит, и напряжение было огромное, и очень хорошо помню, мы с друзьями были в каком-то походе, началась лодка, там радиоприемник, и мы лихорадочно ловим очередное выступление Собчака, именно Собчака, потому что он прекрасный был аратом, он нас заводит так, как заводил с устровом начать выявить что говорит, все эти вещи очень, очень эмоционально сильно действовали. Что касается скепсиса, я повторяю, у меня не было ощущения, что происходит настоящее изменение в политической жизни страны, я видел и возможно это было связано, но просто с каким-то жизненным опытом, я чуть-чуть постарше, мне приходилось либо прямо знать, либо встречаться со знакомыми и незнакомыми тех людей, которых выносила на гребень волны это перестроечная волна, перестроечное движение выносила на гребень волны, и в общем я не знал слишком много плохого, знал их как приспособленцев, карьеристов, но совершенно циничных назад, я в данном случае не называю имен благоразумно, но в общем ничего особенного в этом нет, для политики это как раз хорошо, какая-нибудь чистая, хрустальная девушка не должна заниматься этими делами, то, что человек хорошо уживался с советской властью, потом стал ее радикальным критиком, чтобы впоследствии занять свое место в утверждающейся новой системе, это как раз совершенно нормальная ситуация, которая может вызывать какие-то психологические проблемы тех, кто за этим наблюдают, но в общем не должна нас травмировать, а вот то, что происходит, все-таки продолжая это, доводя до сути смысла вашего вопроса, то, что происходит радикальное изменение самополитической системы, это немножко стало яснее позже, когда оказалось, что во всяком случае, из-под контроля некоторых из наших ключевых фигур этот процесс вырвался, они гнушали себя, они гнушали нам, что все под контролем, значит, король созвал генеральный штат, потом умерли голову, это тот случай, который мы наблюдали. Он действительно он их созвал, сословное представительство, которое и было с СССР, он депутатом, никакой демократии нет, это съезд, сословное представительство, значит, окажется, получил там свое количество мест, но то, что это обернется ликвидацией той власти, той формы, которой это было, никто не предполагал, конечно, за это очень интересная, очень интересная годовщина и очень интересная параллель. Получается, что там, где король созвал генеральный штат и ему отрубили голову, он был идеалистом, или он не был идеалистом, кстати, король? Или он выживал, думал, что он так выжил? Ну, мне где-то уже приходило даже об этом писать, Янков Сергеевич считал выдающимся политиканом, значит, то есть, не политиком, который видит вперед и понимает всю происходящую процесс, он их понимал, что все было по-другому, да? Вот он себя уговорил, нас уговорил, что он все понимает, вот это, конечно, было не так, но он был выдающимся мастером, великим мастером политической интриги, он сожрал всех, кого смог сожрать, и до тех, кому пока не развязалось вот это вот, значит, во многом уже не контролируем и низовое движение, он был нагребли ситуацию, на орел, вот, поэтому просто мы здесь видим, что существуют объективные исторические процессы, большие исторические процессы, которые, ну, как всегда, революция, если бы уже жарить своих детей, если кто-то пожрал своего ребенка, мы можем отсюда сделать вот, что это и была революция. Ну, это не совсем хорошая логика, но, в любом случае, да, эгористически это работает. Так, вот так, да, естественный вопрос про Китай тоже. А Дэн Сеомен был бы выдающийся политикат. Я думаю, что он был вообще не только выдающимся политикой, но был еще и выдающимся реформатом, который имел свое понимание, что нужно Китаю. И вот этот образ короля очень хорош, что как бы не нашлось с Дэн Сеоменом, который мог просто дальше исправиться. Отправляешься к Тэн Сеомену, и теперь когда отправляешься на пенсию, я назначаю вместо тебя другого короля. Потому что вот эти события второй половины 80-х годов, когда один генеральный секретарь исправляется, Дэн Сеомену отправляет подставку Хуео-Ману, потом Хуео-Ману, пользующийся народной симпатией, уходит из жизни, собираются толпы народа на площади меня не менее, что было почтить его память и как раз собственно вот из этих долг, которые поминали Хуео-Ману, если развернулся в это движение, после этого Генсик Джао-Зеян начинает загибаться с этой толпой, его тоже отправляют в отставку, но с третьего раза не ошибся, Дзян Зе-Ману, который очень успешно в Шанхае абсолютно без его пролития, без какого-то насилия, изящно просто свернул вот это стовеческое движение, которое там было, его привезли в Пекин, сделали для его приемников власти, назначили лидером следующего поколения, и вот действительно Дзян Зе-Ману стал третьим, так сказать, вот как это, с третьей попытки Дон Се-Ману действительно нашелся достойного приемника, который сумел провести Китая через очень сложную ручную информацию в 90-х году. Другое дело, что Дзян Зе-Ману тоже пробовал, он же ошибался, и если сейчас почитать выступление Дон Се-Ману на начало 80-х годов, так это вообще просто демократическая коммуна, что надо отделить партию от государства, сократить функции партийных органов, значит, и какая-то ограниченная демократия, а потом он реагировал, исходя не из догма, а исходя из реальности, ну да, демократия это хорошо, пусть люди высказываются, но если люди начинают высказываться о том, что дону коммунистическую партию, значит, такой демократии не будет, и первым шагом под Се-О-Пену в середине 80-х годов это была борьба с буржуазной либерализацией, когда он обнаружил, что свобода слова и высказываний направлена не на то, чтобы искать оптимальные пути экономической реформы, а на то, чтобы расшатывать политическую ситуацию, против буржуазной либерализации, против раскачивания бург, но все же, для это не может быть реализовано при жизни его поколений, всех поколений, которые его обнаружили. Но у него как бы не было вот этой другой идеальной модели. Он понимал, что такое рынок, он понимал, как он должен функционировать, он понимал, как функционирует западное общество. Это был человек с достаточным кругозором, который побывал в юности и во Франции, и в Советском Союзе, многое видел, многое понял, но вот эти решения, которые ему не пришлось принимать, они тоже отчасти носили вот эту знаменитую фразу «переходить речку пока на щуповое камни». То есть естественно, что готового плана проведения этих реформ у него не было, и он прекрасно отдавал себя в том, что он принимает очень сложные и неоднозначные решения, потому что после того, как все это произошло, ведь на самом деле Китай просто занят, оцепенел, и это оцепенение делалось в течение года. И когда я первый раз туда приехал в 90-м году, вот это ощущение оцепенения, я не мог сравнить тот Китай с предыдущим, можно сравнить только с опытом Советского Союза, вот такая вот страна, где все чего-то ждут, все строится на какой-то недосказанности. Что делать? Возвращаться к старому, это возвращение старой плановой системы, потому что, естественно, что старые консерваторы говорят, ну что вы будете, вот эти ваши рыбочные реформы, ну что, да вы, вот вы, частники, вот эти все мелкие хозяйчики, вот они создали эту волну, которая не платит скинула химистическую партию, всегда будем возвращаться к нормальной плановой экономике, не должно быть никакого частного сектора. И вот после этого года, полутора лет оцепенения, Тансиаркен уже действительно старый. Человек едет на Юг-Китай, вот эта поездка, которая говорит, что все, рыбок это может быть и при капиталистке, и при социализме, наша главная задача это развитие производителей сил, все, что способствует развитию производителей сил, способствует развитию социализма, ну вот эти известный набор этих слов, и в том числе, когда он сказал о том, что левок, ну, скажем так, я сейчас точно не процитирую, о том, что левок был опаснее, опаснее, чем прав. Потому что именно партийные вот эти старые консервативные силы маскируются левой фразой, поэтому в Китае вот эти леваки они всегда были опаснее, чем любые другие силы, поэтому леваков необходимо держать. Казов такой парадокс. 2 года назад он отдал приказ удалить вот эти демократические движения проходят два года, он говорит, что не упомянул на мимо вот этих известных его заветов, там, что не высовывался, не всталился в раме всего, еще завет этому миру, что не давать более левакам, абсолютно четкий завет, и не спорить. Не спорить абсолютно демократическое решение. Он говорит, что пока любописи вы будете спорить, вы потеряете время, вы ничего не сможете сделать. Поэтому с одной стороны прижать не могу, с другой стороны не вести пустых споров заниматься. В тот период мне вспоминается, как время, вот, Дэн Сеопин сказал не спорить, а у нас наоборот, после десятилетий закрытости этого контролируемого мышления, вот, взрыв просто. И тот, скажем, где-то с 87 по 90 год, уникальная ситуация, когда накопленная интеллектуальная энергия, она прямо выплеснулась в самых разных видах, одновременно для, скажем, там, средств массовой информации наступила краткая эпоха счастья, когда еще нет рынка и все плазит государства, но уже уходит сезон. Она порвалась, потому что распался СССР, сначала после кризиса, потом распался Советский Союз, а потом уже новая политическая формация, фактически нам было сказано, вот как для себя упит, только по-своему, все, сейчас не до того, сейчас мы тут выживаем, мы вообще попытаемся сделать так, чтобы вы выжили, и мы с вами, а спорить не надо, потому что не до того, не то, что это вы потеряете время, а просто нет возможности. И какая-то вот эта дискуссия не закончилась, поэтому прошло уже 30 лет, а мы периодически начинаем обсуждать все то же самое, что не дообсудили тогда. Вот как вам кажется, Саша, тогда был вот этот спор, он был действительно о принципах, обсуждалось ли тогда, какая страна у нас должна быть дальше, или это мне уже сейчас идеализируют, а на самом деле это была пустопорожная болтовня, которая не хотела пустопорожная. Все было, надо сказать, были и нормальные споры, были и пустопорожные. Мне кажется, вот именно в связи с тем, что мы до этого услышали, обсуждали, очень важное, может, если вам окажется не совсем правильный параллель, но уловить, где наше движение оборвалось, где в 90-м году оборвалось. Оно оборвалось в 93-м. В 93-м у нас получилась вот эта вот демократия, если угодно, того рода, который расслевался в течение нескольких лет перед этим, то есть если говорить в самых таких нейтральных фразах, что в Китае, что у нас выяснилось, что попытка изменить существо политической системы посредством бунта, так называют, могут быть не очень похожие вещи этим и тем же словом, а эта попытка возможна в современных условиях, в такого рода странах, как наши, является обреченной. То есть в том числе идея для тех, кто делает ставку на этот год, как на политический ресурс, для того, чтобы решить свои политические задачи. Это очень важный момент, с этого момента, с момента конституционного кризиса, с момента того, что у нас условно называется расстрелом Белого дома, с момента принятия, в особенности, новой Конституции, значение вот этих организовых форм демократии, возможности канализировать эти политические энергии через обширное представительство на разных уровнях, были исчерпаны, закрыты, прикрыты, и с ними прикрылись дискуссии. Чем меньше вы можете сделать на разных уровнях, реально сделать, политические конституции, тем меньше у вас оснований для того, чтобы по этому поводу дискутировать, потому что о чем говорить, как можно быть, что-то рекоративных дискуссий, возможно, где-то люди дискутируют, но существует пространство приварного дискурса, существует пространство, где люди между собой беседуют, даже в каких-то клубах, в кружках и так далее, а куда делись клубы, их же никто не запрещал, и о значении клубы, чтобы были какие-то страшные запрещения клубов, одно только сообщение, что участвует в клубе, приводило к краху его карьеры и тому подобное. Нет, где эти клубы? Нет этих клубов, да? Где эти, значит, программы, которые обсуждают все империумы устройства России? У нас сумасшедших стало? Нет? Вот, значит, да? А они вполне возможно. Мы тут сейчас с вами в Сипе, значит, а в это время люди сидят, значит, и пишут вот такой вот толпы, да? Но есть одна толпысть. У него нет шансов прорваться как бы вот в область наблюдаемого, широко наблюдаемого дискурса, да? В область публичного обсуждения. А вот то, что прорывается или не прорывается, да? Это понятно. Это уже фильтры, когда расставляются внутри средств коммуникации, внутри разного рода политических институтов, которые специально на той заточены, чтобы давать возможность людям что-то обсуждать. и, да, этот процесс вот как-то так уходил, уходил, уходил все дальше и дальше вглубь. И я думаю, что если, хотел сказать, не дай бог, но в общем, в принципе, неизвестно, если он слово начнется, а кто может знать, да, мы сейчас поговорим, завтра там откроем газету, кто-нибудь предлагает обсудить какую-нибудь важную идею. Кто его знает, не знаю. Вот, но если это начнется, если это прорвется на вот такой большой обсуждаемый уровень, значит, ну, совсем уж, грубо говоря, была это на отмажку, да, потому что энергетика чего-нибудь такого придумывать, она всегда одна. Вот это плавно перебрасывает нас в сегодняшний день, потому что я как раз хотел привести пример трех-четырехдневной давности и совершенно другой, как казалось бы, политической реальности, значит, может кто-то следит, что замечательное стране Австрия сейчас разворачивается мощный политический кризис, который начинался вроде как стереотипно, очередное русское вмешательство куда-то, потом выяснилось, что вообще к России это не имеет вообще никакого отношения, это была подставная срежиссированная история, а бассейскую студенту позвали предприниматься русского олигарха просто для убедительности, ну, потому что бренд русский олигарх значит сам, неважно. Это привело к политическому кризису, который сначала воспал коалиции, а потом отводу недоверия правительству, о котором не случалось никогда в истории второй австрийской истории. Что пишут комментаторы, особенно один из комментаторов, какой-то из австрийских газет, которая очень привлекла статья, причем человек, который пишет, он никакой не политик и даже не политический обозреватель, он сатирик, скетч, сейчас это мод, сейчас президент они идут, короче говоря, вот такой мнение. Он пишет о том, что политическая модель Австрии закончена, той, которая она была после Второй народной войны, начинается какая-то новая, по той причине, что вся модель до сих пор, до этой стадии, правительство и вот бультоверия строилась не на необходимости представлять интересы, а на необходимости избежать конфликтов, то есть консенсус прежде всего. И так было всегда. Ну, в Австрии тем более, страна все-таки нейтральна, там может все поздно. И вот это действовало на протяжении десятилетий, какие там были партии представлены по названию, совершенно не важно, главное, что они целенаправленно добивались консенсусного согласованного мнения и реализованную политику, которая как бы всех устраивала, и аргумент всегда был, смотрите, как мы прекрасно живем, что вам еще надо. И это всех устраивало, потому что прошлое всего германо- немецкоязычного сегмента Европы настолько ужасное, что лучше уж там. Но это закончилось тем, что дошло до абсурда, когда консенсус стал самоценным, а люди в массах стали ощущать, что их интересы, желания и чаяния вообще никем не представлены. Что привело вот к тем событиям самым разным, в конце концов. И теперь, пишет автор, надо понять, что нам нужен конфликт. И дальше идет фраза, которую я просто встроил, вспомнив нашу реальность, когда он пишет, что вот у нас многие считают, что парламент это не место для дискуссии, пишет автор, российский автор. Но это не так. Я не думаю, что он когда-нибудь слышал о существовании Бориса Вячеславовича Крызгова, но вот буквально модель системы политической идеальной. Демократия, ну и наша, скажем так, не очень идеальная, абсолютно то же самое, как в России. Я это все к чему? Мы заговорили о демократии, и действительно она переживает сейчас кризис самоосознания в самых развитых частях нее. Значит ли это, что мы вступаем, ну очень условно говоря, в новые 30-е годы, когда конфликт, он, во-первых, нужен, ощущается как нужен, и во-вторых, для него созрели предпосылки. Мы помним, чем это получилось так. Это уже, Саша, ближе к вашей теме. вы в Германию. Хорошо, вас поздравляйте. Я хотел бы выступать как германисту, но я думаю, что такое прямое сопоставление современной ситуации с 30-ми годами наверное еще преждевременно, потому что конфликт, который существовал тогда, никто специально не учреждал, никто не говорил о его благотворности, наоборот, весь конфликт происходил как раз потому, что не удавалось добиться консенсуса, не пытались его добиться, они не могли его добиться, от этого был конфликт, были большие противоречия, и в результате, когда, как им показалось, консенсус установлен, были страшные доводы, они не знали, чем эта консенсия прониклась, то есть немножко как бы переморачивая логику того, о чем сейчас говорить, можно сказать, что основные опасности подстерегали Германию и Абстрию, вовсе не потому, что у них были конфликты, а потому, что у них оказался консенсус, вот, значит, давай нравишься, фигуру, альфорты, да, вот, какой вообще консенсус может быть, значит, что касается конфликта, тем не менее, да, это очень тонкий момент, очень важный момент, вообще, есть такое, одно из возможных толкований, ты вовсе не пытаешься сказать, что оно единицы направлено, тем не менее, оно существует, есть такая точка зрения, что Европе нужна не столько демократия, сколько старая идея республики, республикатизма, республика в том понимании, в котором мы можем встретить это слово в эпоху, скажем, итальянских городов, кому, да, когда слово республика, вообще говоря, означено любое политическое образование, и французская монархия спорилась с итальянскими городами, государственными, как вы можете так назвать, за то, кто правильнее интерпретирует слово республика, французская монархия называлась республикой, теоретика республика это государственная республика, и французская альянская но республика республика в Италии была устроена на конфликте если мы откроем Макеавеллию мы увидим что он говорит это просто прекрасно что есть две большие конфликтующие группы Рим потому не был сильен что вот конфликт какое отношение это имеет к нашему сегодняшнему а то что идея возродить Европу как республиканскую Европу это вообще говоря большой проект в котором было вложено очень много усилий были большие произведения исследования публикации материалов конференции идеологически в это дело люди очень сильно вкладывались предполагая что да вот эти формы демократии которая называет себя демократией но на деле оказывается господством закостеневшей партийно-административной верхушки соответствующих государств а теперь например и Европу бюрократия которая всем достала уже некуда это все до добра не доведет потому что функцию управленческую возможно эти эксперты эти администраторы эти профессиональные политики выполняют не саму худшему образу но политика не сводится только к управлению она является способом репрезентации той живой мотивационной сферы той живой политической можно сказать жизни которая каким-то образом должна проживаться наверх люди должны опознавать свои желания свои мотивы свои надежды в том что творится вверху они перестают опознавать и это какое-то время стоит какое-то время удается держать в этом каркасе а потом это начинает идти в росток так не лучше возможно вернуться к такому способу жизни который был когда-то в Европе возродить какие-то депубликанские традиции была же такая идея что-то не пошло что-то не сложилось но предполагать что есть эти две формы вот эта загостеневшая взреевшая совершенно административная система которая начинает устраивать все меньше и меньше либо как ее оборотная сторона то страшное прошлое когда в Европе было ну вот здесь меня пройду чуть больше останавливается ну кстати да вот еще один комментарий про британских источников было на днях по поводу итогов выборов в Европарламент я просто справедливо замечаю что дело не в том что нам относительно поднялись ультраправые или какие-то те или другие это не это суть а суть в том что на следующий период развития Европы главный вопрос главное понятие которое должно быть каким-то образом адрегутировано это легитимность потому что люди в массе перестали воспринимать вот ту самую технократическую верхушку как людей как силы которые представляют их интерес они могут быть неправы по сути потому что те кого они считают своими представителями они поломают все но этого это же не контролирует это восприятие и в этом плане теперь вот возвращаясь к тому что Саша ты сказал по поводу Дэн Сяопина это очень интересно что если действительно Дэн Сяопин полагал что все-таки демократия зажгутого типа в какой-то видимо отдаленной перспективе должна быть модель для Китая то за 30 лет как я понимаю сознание руководства китайского перевернулось полностью и я ошибаюсь для Си Цзиньпина идея западной демократии не но ее нет перспективы я позволю чуть-чуть вернуться к вашему предыдущему сюжету казалось необычайно интересным в Европе я как конференция предки в прошлом месяце удалось поговорить на конференции в Германии представитель социал-демократического эстаблишмента и один из коллег сказал такую вещь тоже к теме демократии вот у нас была Боевская Республика потом были вот эти тяжелые события но мы так верили в демократию значит что приложили все усилия чтобы все-таки довести дело до конца и ее построить и мне как человеку из другой цивилизации было необычайно интересно даже поделился этим наблюдением потому что это совершенно шаблонный пассаж китайской политической пропаганды что во времена республиканского Китая где с Хихайской революцией потом при Гаминдановском правлении мы попробовали все многопартийную систему выборность парламентаризм разделение властей дошли до такой ручки что больше этого делать не надо и вот этот контраст между выводами европейца о том что мы провалились но мы так вот верили чтобы сделали это второй раз и добились успеха очень контрастирует с китайским подходом что мы попробовали мы пришли в такое вредственное состояние что второй раз так пробовать больше не будем почему разумеется в трудах Дон Сеорбина нигде не найти фразы о том что я за западную демократию просто хочу напомнить одну вещь то почему вот этот год качающийся на девятку он настолько чувствителен и важен для Китая что помимо событий 89-го года и 49-го торжественного года когда была особая республика было еще 15-й движение 4-го мая когда патриотически настроенные китайские студенты вышли на улицу протестовать против коррумпированных властей которые согласились с очень изнизительными и невыгодными для Китая условия универсальского договора для тех где-то не было участвовать ну проще говоря Япония получила в свое распоряжение часть территории Китая и студенты пошли на улицу и тогда именно появился вот этот лозунг наука и демократия ну если говорить по-китайски это будет госпожа наука и госпожа демократия хотя по-китайски это мужском роде но неважно и именно тогда возникло вот это вот связка о том что для того чтобы Китай был сильным должны быть и наука и демократия должна быть современная промышленность должна быть модернизация всесторонняя экономическая культурная политическая поэтому дело не в том что Дэн Сяопин был за западную демократию и в трудах он всегда говорит что за социализм за коммунизм это он вырос в тот период когда китайская культура традиционная полностью отрыгалась это вот и он и Мао-За-Дум вот это первое и второе поколение китайских лидеров они выросли на том что ну условно говоря как любил говорить председатель Мао что там ну ценные квинтэссенции и мусор вот ценные квинтэссенции вот легкая приигрышня какая а все остальное это мусор от которого надо избавляться там религия какие-то старые книжки феодальные верования все это на помой поэтому сейчас специфика нового этапа заключается в том что новое китайское руководство нынешний китайский реперсидент все время подчеркивает именно китайский стены вот в близких нам скажем общественных науках речь идет о том что надо создавать общественные науки с китайским стиклом с китайским окрасом с китайской терминологией бороться за дискурсивную власть китайских понятий бороться с западным дискурсивным гегемонизмом не просто заявляя о том что запад не прав а создавая собственное правило нечто такое что оно не прозападное оно не антизападное оно китайское оно абсолютно собственное вот та же самая идея она относится и к модели развития и к экономической и к политической я просто хочу пояснить такое чисто зрителям если вы идете по улице в центре Бекина в таких вот главных что называется площадях которые видны из таких высоковоставленных машин вы все равно там будете видеть свою демократию это набор из 12-ти года так называемых 12 ценностных воззрений что демократия она входит в число вот этих 12 ценностных воззрений она это нормативно то чему во что должен верить то чему должен быть привержен каждый китайец но это не западная то что Китай ничего не копирует Китай ничего не заимствует ни перед чем не поклоняется он ищет свой собственный путь для реализации своих быстрых людей и как утверждает китайский религер что главная задача коммунистической партии Кидая реализовать мечту людей о хорошей жизни вот все он делается для того чтобы люди жили лучше соответственно вот именно это как бы исходное привязка вот который устраивается вся вот эта вот печка экономической политической системы просто еще дважды первых это распад Советского Союза Советский Союз не мог испечить уроки собственного распада потому что не стал а Китай наблюдая за тем что тут произошло смог использовать это пропагандистских целей для того чтобы убедить людей что гибель своей страны не является скажем так адекватной платой за переход на бак демократии то есть соответственно откладывается переход демократии ради того чтобы сохранить целостность страны и соответственно тема нищеты страдания разложения монетизма и все прочее что наступило в 90-е годы продолжился до нулевых это была вторая тема что с одной стороны распад страны с другой стороны обнищение упадок деградация соответственно указания на вот эти два последствия того что произошло в 91-м году были достаточны для того но если скажем так чтобы не отменять демократию навсегда отнести это за линию хронологического перехода я напомню кто у нас регулярно ходит у нас по-моему в Алекторий назад был Яковлевич Миркин который очень важную для меня новую вещь сказал что обратите внимание что у нас устойчивое стереотипное сочетание в русском языке и в России непопулярные реформы если реформы то обязательно не популярен ну ничего не сделаешь вы терпите а в Китае ровно обратно по крайней мере нарратив популярные реформы потому что они делаются для того чтобы тебе стало жить лучше ну наверное это некоторое манутилирование но тем не менее я хотел еще один плавы сегодняшней политики демократии в 89 году было два вернее в 89 и позже было два флагмана блистательной успешной успешной успешного транзита посткоммунистического и демократического и рыночного это Венгрия и Польша значит в обеих странах были очень яркие лидеры и очень мощные движения за обновления в Венгрии все прошло совсем гладко как плавно Польши достаточно а потом вот был всегда пример и скажем в отличие от каких-то других восточно-напрельских стран Чехии той же самой Числовакии или Румыния и так далее что мы видим сегодня мы сегодня видим что именно эти две страны считаются этими анфанами териблями в Европейском Союзе именно по той причине что они разворачиваются от тех идеалов ради которых все делалось как но самое интересное что управляет или ровно те же люди которые тогда были плагманами перемен ну Орбан был и тогда лидером Хачинский тогда был не лидером но одним из участников активных Семьдовыс тут масса есть дискуссий почему но я хочу спросить а почему он так действительно казалось что это успешное изменение вернее даже это возвращение домой они возвращаются туда куда насильно вырвали злые русские коммунисты но это как раз в точности имеет отношение к сегодняшним теме потому что это демократия да это демократические политики в точном смысле слова правда у нас предпочитают вызывать популистки и это собственно и есть вопрос вопрос потому что в других отношениях страны не совсем похожи на что собой больше это один из экономических наиболее удачных проект в последнее время из этих бывших социалистических стран а венг это несчастная страна по крайней мере с Польшей ничем не похвастаться не удается и естественно как-то удастся но в смысле политическом я повторяю вряд ли можно сомневаться что эти политики являются политики управляющие страны и лидеры являются выразительными то что можно назвать в старом языке город народ иначе они не остались у вас не пришли в власть и проблема которую вы сейчас затронули это ведь проблема какая-то это не проблема этих политиков это проблема собственно народа опознает ли этот народ себя и свое будущее свое благополучное будущее это единственный большой европы то есть между прочим под властью людей которых никто не выбирал во многом производящих кучу регуляций которые неизвестно отходятся в речи обеспечивающих как люди считают какие-то проблемы которые им совершенно не нужны или они обознают себя как тот самый народ как политический народ который внутри своих границ выбирает своих лидеров и определяет свою будущую жизнь на самом деле я не уверен что это второй ответ это ответ просто популистский большое любое будущее мы не знаем но то что этот ответ в тренде это не просто хоть случайный ответ просто те места где он оказался наиболее заметным в этом можно не сливаться в других местах Европы это тоже может быть так что а не слово я бы сказал так а не слово по авангарде этого общего движения смысл этого движения на первый взгляд самым поверхностным образом определяется как такой вот стикер популизм стихийный популизм взял веру на это ценностно насыщенный европейскими представлениями европейскими идеями представлениями о том как жить дальше вместе демократии но мне кажется что это было бы слишком торопливо это возможно более глубокая и не настолько негативная и бессмысленная речь как кажется иногда из большой Европы на самом деле я вам совершенно согласен что верный популизм который был прилепным несколько лет назад когда эти движения стали из маргинальных постепенно переходить в почти что мейнстримные он сыграл злошень с самим же европейским американским истеблишментом потому что они называя это так заветом исходили что это какое-то временное явление для себя даже что на самом деле видимо не совсем так у меня тогда вопрос Саша вот а в Китае во-первых есть ли популизм то есть коммунистическая партия Китая занимается популизмом в том смысле как это используют сейчас допустим Европе то есть заведомое обращение к людям с тем что они хотят слышать а если если его нет то или если он в малой степени представлен то есть там основания он же как я понимаю берется когда люди начинают чувствовать отчуждение тут тоже нужно вернуться ненадолго в прошлое насчет вечно непопулярных реформ просто реформа 80-х годов вот это парадокс на самом деле в 80-е годы не было проигравших то есть все выигрывали от этих реформ и реформа 80-х привели к тому что было после 92-го года когда настоящая рыночная реформа были настоящими но именно тогда перелом политического сознания переход к жесткому контролю позволил удержать ситуацию в 90-е годы в конце 90-х фактически были приватизированы огромное количество государственных предприятий были реально миллионы безработных тех кого правили срочно на пенсию именно тогда в Китае появились новые в Китае появились настоящие популисты народники которые начинали говорить мы за бедных бедных то забыли врет эта коммунистическая партия значит она отражает интересы элиты мы не будем сейчас представлять интересы тех кто реально обиженная оскорбленная скажем так партия это некий такой не скажем что усредненная температура по больнице но она как бы присутствует собой устойчивый центр по крайней мере так это было в нулевые годы при Худзинтао когда все недовольство все различия волны они выплескивались в так называемые идейные течения то есть у партии фракции нет но интеллигенция тогда создавала массу различных течений то есть во всем виноваты либералы но в коммунистической партии либералов нет а экономически экономисты либералы есть и соответственно это была парадоксальная ситуация когда несколько живущих за рубежом китайских экономистов пойдем в Гонконге который себе позволял написать что Маркс самый глупый не знаю что все это устарело вот издавали книги проводили конференции значит будем критиковать идеи Джану Чарту это вот это называли Стивен Чарту соответственно ему за это ничего не было ну то есть как бы это происходило я бы там сказал на таком психологическом языке как некая сублимация то есть партия проводит политику рыночных реформ от этих реформ реально есть пострадавшие а экономисты которые придумали эту реформу поэтому надо всячески критиковать и после этого все это было прекрасно подплачено была проведена общенациональная теоретическая кампания критики одного либерализма который естественно на связках западного никак не связан с идеологией коммунизма и социализма и на этом как бы все успокоилось началось такое движение как бы общекитайскому информаторскому консенсусу что больше заботиться о бедных ну действительно когда появилась китайские социал-демократические идеи потрясающая была на них реакция действительно если в Китае рыночная экономика и социализм одновременно насчет социал-демократии и один профессор написал прекрасно значит такие прекраснодушные статьи о том что давайте мы построим у нас экономику благосостояния как в Северной Европе это вызвало просто генерическую реакцию китайского в интернете говорит где ты возьмешь достаточно денег чтобы оплачивать всем социал-живающим что конечно социал-демократия это иди замечательно ну давай отпустим северную Европу если китайцы будут получать социалы просят работать рук не будет ни демократии ни демократии в Китае не будет вообще ничего Китай просто исчезнет что Китай сможет двигаться вперед до тех пор пока будет вот эта конкуренция будет эта гонка за соперничество между людьми и за рабочие места по производству то что ведет к росту производительности то что ведет к эффективности сотрудников поэтому скажем так что вот эта прекраснодушная идея о том что я же ну то что мне память напоминаю что в 80-е годы идея о том чтобы у нас был шведский социален вызывал в Советском Союзе какие-то необычайно благостные китайские китайские общества китайская интеллигенция достаточно возрослела чтобы встретить эту идею просто вот таким ну скажем так каким-то нехорошим что вот не надо предлагать то что пустят пустят нас туда давайте предложим что-нибудь другое более реалистичное хорошее но то что происходит сейчас абсолютно не похоже на то что было предыдущим 40 лет сейчас происходит полная идеологическая консолидация вот этих вот течений популистов которые раньше были так заметны которые говорили о том что буржуи тут не нравятся нам эти буржуи все знаменитые все крупные состояния нажили нечестно вот это было для массы китайских сочинений там публикованных книг о том что буржуи должны доказать что нечестно нажили свой капитал да и вообще это воспроизвало как первоначальное накопление капитала значит они это все застигнули за счет эксплуатации ну это все осталось в прошлом это осталось в конце 90-х нулевых годах то есть сейчас Китай вступает в силу такой западный механизм чем больше Трамп чем больше запада Китай и больше вот это патриотические консолидации и чем больше патриотических консолидаций тем соответственно меньше становятся вот этих вот бабочных споров а что касается всех китайского собрания народных представителей то вместо этой дискуссии она не была начиная с того со времен председателя Мамзаду традиция ну у меня тогда естественно возникает переход на нашу внешнюю легенду вот у меня ощущение что вот эта консолидация о которой что было сказано в Китае это тоже в общем реакция на те глобальные тенденции когда вот это вот ощущение разрыва между массами и их верхами низами и верхами по витаминологу ну кто как на это реагирует да и вот реагирует таким образом у нас система своеобразная она не такая и не другая мне чисто обывательски кажется что в России при всей специфике нашей политической модели та проблема с которой столкнулся развитыми в Европе и Соединенных Штатах вот это вот ощущение растущего отрыва она и присутствует она другому выраженную политической модели но то что если вынести за скольки на минуточку президента который особенный парад в отношении с то восприятие широкими народными массами губернаторов министров депутатов членов всяких управляющих демократур короче говоря в общем не сильно отличается от того как средний американский понимает капиталистский холм а средний европеец нигде обобщенный бюрсы опять же у нас есть Путин который пока по крайней мере вот амортизирует вопрос в этой связи мне кажется у нас популизм в том понимании как его боятся в Европе он развивает он я бы предположил хотя может быть я не прав что он будет носить вот скорее такой характер как он был в Китае то есть левадский левый реакция на неродноправие реакция на расслоение социальное и что вот уже теперь подходя к позиции чуть более теоретически пытаясь осмыслить нашу модель которая тоже в процессе изменения сейчас так вот понимаем чего мы то можем ожидать у нас будет это означать как бы клапаны будут открывать и спускать пару так ну наверное в Европе хотя в Европе на самом деле они клапаны стараются закрыть но он просто не получается или это будет может быть наоборот модель китайская большей степени что чем меньше провер тем надежнее это вопрос если против в прогностическом плане да он не имеет ответа потому что всякий раз значит люди очень хорошо объясняют то что случилось но почему-то менее успешно значит в пророчестве того что произойдет то что тем менее сейчас есть не то что будет а то что нет это можно конечно легко видеть да нарастает вот это вот ощущение того что существует работающая если выгодно сама на себя машина машина управления машина администрирования и у этого есть кстати говоря свои объективные предпосылки вообще говоря совершенно нормально да если вы имеете какой-то отлаженный механизм парабокс конечно чем более отлаженный тем больше он сам для себя и свободно производит те результаты которые сам для нас можно посмотреть на предваритель то есть если мы посмотрим на любую административную систему она должна выяснить правильно она работает или неправильно мы как ученые мы знаем административная система в науке она эффективно работает на данное количество публикаций вот и вот сейчас и 5 5 везде 5 сами себе устанавливали да именно вот ну и чего значит в этом смысле все системы которые у нас есть они работают превосходно и я могу значит даже вот пророк предложить что с течением времени они будут работать еще более превосходно у политической жизни да есть вот эта вот вторая составляющая о которой я сегодня говорил мы собственно все о ней говорили просто разными словами это вот мотивационная составляющая вот это ощущение людей в массе да что они каким-то образом обнаруживают более или менее отчетливо ощущаемые потребности желания мотивы представления о важном о ценном о должном в тех вот органах которые условно да и не всегда справедливо но называются представители да кого они представляют кем они представляют и понятно но тут есть вот какая штука поскольку в общем у нас тоже память значит довольно всех хорошая да то в Китае никто не хочет чтобы был еще один день я думаю это очень важно для них да значит мы тоже ничего не хотим да начиная с революции 17-го года и кончая значит октября 93-го в общем мы этого сильно не хотим тем не менее то что мы видим сейчас да мы видим вот эти вот явные совершенно прорывы мы видим прорывы я бы сказал так вот абстрактно но тем не менее я думаю вполне понятно а те прорывы мотивационных энергий значит прорывы недовольства прорывы делегитимации не в отношении значит капиталистского холма где бы он у нас не находился а в отношении тех не зовется вид административных систем которые прямо привязаны к так называемой семье да и при нормальном устройстве политики при нормальном устройстве политические жизни она является устроенной не просто а сложным в случае в западной традиции эта сложность заключается в том что не просто вот есть высший уровень да есть раз в несколько лет собирающийся народ который значит впоследствии выборов легитимирует вот эти высшие слои для управления на старой шутбе который продолжает действовать но существует вот эта вот плотная среда в которой постоянно что-то происходит это может быть что угодно это могут быть какие-то муниципальные выборы это могут быть какие-то клубы это могут быть какие-то партийные сходки это вот то самое кипение которое не является просто бессмысленной говорим на которой является этим более ответственным дискурсивным порядком в результате которого были опознают себя как граждан живущих в нормальной или по крайней мере нормализуемой поддающейся нормализации политической среде поэтому что бы там ни говорил прокурор Мюллер есть у меня такое подозрение что политическая система Соединенных Штатов никуда не рухнет ни на конкурора ни на президента она завязана к тому же это говорит тем не менее я считал необходимым это подчеркну а вот у нас на том месте где должна была быть пользующая выражением Толстого только он не политически а я бы хотел сказать политически ролевая политическая жизнь которая составляет плотную ткань политического народа мне кажется ее нет совсем и в этом я вижу большую опасность и если что-то и начнется то оно скорее начнется из того что кто-то выйдет на Красную площадь и кричит «Долой Трамп!» вспоминая старый советский никто а вот с этого низового бурления вроде того которое мы видели сейчас в Екатеринбурге вокруг которого значит с собором который так и не надо построить очень-очень много я думаю таких точек и ну со дня на день я бы этого не ждал а вот с месяца на месяц ждал у замечательного замечательного журналиста репортера который сейчас работает по-моему производительская работа Юра Васильева есть есть прекрасная характери он называет это или демократия андемант или поплав демократии то есть у нас такая у нас вообще-то институты эти не работают но когда надо они только раз там выскакивают и вдруг могут сработать а потом исчезают потому что нет наконец-то Вопрос в том отличается ли поколение китайских глинялов от поколения нашего скажем общего убийства то есть там настолько или там все то же самое или там все-таки поспокойнее вот как-то все движется в сторону большого брата или Алина очень большая специфика то есть поколение вот этих сжимающихся семей то есть это дети у которых соответствуют двое родителей там четверо-бабушек и дедушек и так далее то есть люди у которых сложные образные воспитательные и прочие усилия то есть скажем так что с одной стороны да ожидается что это люди должны гораздо более творческие мыслищие другими стандартами с другой стороны это люди в честь привыкших к этой совершенно немысливой семейной поддержке семейному постоянному контролю и руководству и постоянной заботе о том что они обязаны преуспеть в жизни на самом деле это очень сильно дехомирует это очень сильно с одной стороны порождает большие амбиции с другой стороны отучает самостоятельность поэтому вот этот облик вот этого китайского поколения на самом деле очень неоднозначен вот так вот легко предположить что они будут движущей силы какой-то демократизации еще один очень интересный аспект продолжение вот этой нашей дискуссии тоже стандартный прием китайской пропаганды если вы считаете что эта система плохая назовите нам систему которая может в течение 30 лет поддерживать 10% экономический рост поэтому простейший вопрос в том что если мы ведем демократию насколько ускорится рост китайской экономики скорее всего не наскольку и все прекрасно это понимают что если начнутся вот эти все называются трансляционные издержки выборов соперничество денежных мешков за власть скорее всего китайская экономика не ускорится заняться поскольку начнется проблема смены власти проблема преемственности между одним лидером и другим и соответственно почему сейчас такое скрыто растет опасение того что Трамп хочет нанести удар не по китайской экономике а по китайской политике потому что вот проблема легитимности о которой мы говорили это проблема легитимности основанной на экономическом росте нам это не грозит у нас другие цифры экономического рост в Китае вот эти все 40 лет строятся на том что каждый каждый следующий год обязательно будет лучше предыдущего что обязательно что кредит взятый на покупку квартиры вы вернете без труда потому что ваши зарплаты вырастут зарплаты ваших родственников вырастут соответственно недвижимость подорожает то что вы купили там пять лет за один день назад за одни деньги вы сейчас продадите там со стопроцентной выгодой поскольку цены за последние пять числа это залетают с огромной скоростью и вот все строится на этой стандартной фразе еще прошлого десятилетия мы не будем думать о том как правильно поделить пирог где провести вот эту вот линию чтобы досталось там и бедным и там не было обделенных мы будем думать о том чтобы пирог прирастал каждый год это впечатляет потому что я помню одно из вещей из День Пина в теоретней давности что давайте сходить из того что каждый год китайская экономика прирастает на разгар экономики Турции вот просто вот из ничего берется турецкая экономика которая значит как бы вливается в экономику где-то этот пирог действительно очень масштабный очень большой именно теперь возникает ощущение того что Трамп развязал эту торговую войну ради того чтобы всеми силами заметить экономический рост и именно удалить по легитимности компакте именно поэтому я ожидаю очень больших и сложных отношений между Китаем и США в будущем поскольку возникает ощущение того что они вышивают именно эту базу легитимности если бы Украина пошла по пути не могло ли это сотни с экономикой по крайней мере избежать их тысячи жертв которые есть и второе вот сейчас с Китаем у нас все-таки партнерские отношения в какой области могли бы возникнуть противоречия которые составили серьезную угрозу другому партнерству можно я на первый вопрос сразу отвечу реально поставьте Виктор Федорович Янукович и где-то все кто куда бы пошел на ваш вопрос действительно легко ответить коротко что очень долго уже по-моему с телеки начиная с временем Бориса Николаевича Ельцина у нас стратегическое партнерство всеобъемлющее предоверительное партнерство но именно такое совершенно животворящее воздействие Дональда Трампа впервые заставило китайцев всерьез задуматься о том что им необходимо партнерство с Китаем то есть до этого это было выгодно нужно потому что Китай не заинтересовал никаких конфликтах не заинтересовал торговли в развитии дружеских отношений то есть вопросов никаких нет но постоянно присутствовала идея о том что китайские цивилизации китайцы способны добиваться гармонии в отношении с самыми сложными партнерами а русские ни в кем конфликтности ни в кем территориальной экспансии они все время с кем-то конфликтуруют воюют как даже те кто прекрасно относится к России мы не так посвящаемся в войнах мы все-таки трощливая боевитая нация но мы какие-то такие ну не знаю все думаем там не знаю как бы разбогатеть о доме о семье русские действительно не способны драться сражаться отдавать свою жизнь ради каких-то идеалов и вот теперь вдруг выясняется о том что вот эта мирная гармоничная нация это сейчас в том же положении что трощливая непримиримая конфликтная Россия потому что китай впервые за мое десятилетие стал объектом западного давления которое основано на протяжении принципиальной цели еще два года назад китайские эксперты китайцы способны торговаться лучше чем кто-нибудь этот бизнесмен мы с ним обо всем договоримся это было другое у нас управляли на то что ему нужен какой-то прорыв отношения что это будет поворот естественно нам не плевать но мы лучше всех торгуемся и мы с ним обязательно торгуемся и договоримся это будет голый прагматизм и всякая идеология мы обо всем договоримся но теперь оказалось что голый прагматизм вот именно настоящий голый прагматизм кончается перерастание поэтому я считаю что противоречия даже не как это могут быть и они в свой в любой момент но Трамп приложил огромное усилие для того чтобы эти противоречия не имели Вы собственно поставили очень крайний вопрос в начале лекции именно когда ты на него сюда пришел вы сказали демократия благо и с новым гегемонизмом ставили этот вопрос потому что он не является демократией сейчас мы обсуждаем то как запад реагирует на этот вызов но мы не обсуждаем то встает ли этот вопрос в западных кругах и не как бы да Трамп хочет разложить китайскую мечту и как бы подвергнуть критике внутренней компартии однако не рискует ли запад встать перед этим вопросом и не возникают ли на западе такие юстические движения которые утверждают что демократия вовсе не плаги что нам нужно переоценить свои демократические ценности все о чем можно сейчас говорить всерьез то есть опять же сумасшедшие естества да вот это нормально это даже хорошо вот но это как бы демократия это золотой стандарт да то есть дальше начинается вопрос о том как ее интерпретировать является ли демократическим на самом деле то что себя выдает в демократии и так далее но сказать что демократия не нужна что она плохая не эффективна что на самом деле нужна другая вот эти скажем да вернуться к слову монархику да вернуться к тем вот фашистским нацистским и прочим притаторским режимам да нет ли в них своей правды всерьез это я не видел что бы всерьез это может быть и есть но я не видел никому кто заслуживал какого-то упоминания чтобы этот вопрос так стать Китай ставит себя в очень торшивое положение дело в том что пределы этого роста достигаются просто уже чисто физически если Китай хочет еще в два раза что то увеличить вопрос где он дает на это ресурсы на всем мире и вопрос уже на основании наших ответов неужели китайцы не понимают что реально скажем в момент когда Трамп появился на сцене запад обязан был начать войну на уничтожение Китая войну не холодную не горячую экономическую то есть форма войны вопрос абсолютно творческий но задача есть как на любой войне уничтожить способность противника сопротивляться твоей войне соответственно вот то что вы говорите что эти два года назад верили в то что они договорятся с моей точки зрения противоречит тому что я слышал ну уже не два три четыре года назад о том что Китай при своем нормальном развитии станет мировым гегемоном что это неизбежно то есть вот эта вещь нормальное развитие Китая делаем мировым гегемоном что в принципе логично просто большие объемы спросят большие объемы предложений и то что мировой гегемон не может со всеми договориться потому что сейчас себя другие считают мировыми гегемоном вот неужели они будут хороший вопрос я воспринимаю как подкаст к нам я сам еще раз основа для рассуждения на самом деле внимание это было совместное если мы дальше посмотрим на другую сторону что происходит в американских эстеблишментах в сообществе по-моему в журнале «Россия глобальная политика» к вам была вот эта скотета там Кэмпбелл был еще с ним трое о том как драматично Америка не поняла Китай Америка в Америке присущ тот же самый шаблон и те же самые драматизмы все вот эти рассуждения о том что покупая самые новые западные товары и технологии вы не можете отгородиться и сделать так что вы заимствуете у запада какие-то идеи но вы не заимствуете политические идеи поэтому Америка в течение нескольких десятилетий исходила из того что рыночная экономика обязательно приведет к Китай к демократизации соответственно точно так же в Китае были очень расслаблены и успокоены по поводу того что вот это взаимовыгодное партнерство с Америкой это навеки вечное что вот эта взаимозависимость она навсегда гарантирует вот этот самый баланс интересов это очень любопытная на уровне терминология у нас балансные камни это как что-то камень на шее ну как баланс ну как он там баланс а в китайской политической пропаганде просто коллега один раз удивился как же говорит так российско-китайские отношения это балансные камни современных мировой системы это очень хорошо это значит что корабль в шторм не перевернется это стыдом по нашему просто это надо переводить по-другому что это стабилизатор это гарантии нет именно балансный камень это вот то что лежит на нищем корабля это не якорь который не дает кораблю двигаться наоборот корабль на полных порах идет вперед но в шторм он не перевернется потому что у него в трюме вот лежат эти тяжеленные балансные камни у меня даже где-то был слайд с ними может будет другая лекция я просто его принесу это такие вот оптимистичные бравые ребята в виде балансных камней которые удерживают я просто к чему если почитать китайскую политологическую литературу вот этот штамп который вот тиражируется в сотни статей торговая экономическая взаимозависимость это балансный камень китайско-американских отношений которые десятилетия вперед удерживают их от кризиса и это штамп который кочевал из одной страны из одной статьи в другую американцы себя обоюдно успокоили китайские эксперты политологи себя обоюдно успокоили и с обеих сторон полное непонимание того как жить дальше Америка настроена на конфронтацию китай настроен защищаться всеми землями поэтому говорить о том кто что понимал в Китае на самом деле были очень большие вопросы что прогнозировали политологи как они оценивали место Китая в мире там что называется тоже такой большой был о том кто не заинформировал руководство по поводу успеха кто не заинформировал ну это скажем так такие внутренние дискуссии вот о том что о целях Китая что они понимают сейчас у нас этого нет у нас мы живем другими тоже сейчас официальный китайский календарь на ближайшие середины века это к 2035 году пойти в ряды развитых стран а к 2050 году пойти в число мировых скажем так это все это обещано партией это писано это планы партии это планы народа говорили нашим языком поэтому скажем так что легитимность основанная на росте легитимность основанная на обретении все нового и нового могущества научно-технического прогресса процветания и так далее это распланировано как шаг 1 до 2035 и шаг 2 до 20 я хочу сказать вот все таки еще по вопросу о том могла ли украина пойти китайским путем знаете тут очень вот я думаю принял очень тяжелую для решения ну любой человек нормальный который принимает решение о жестоком подавлении даже будто он тяжело это переживает и про Ельцина известно что события 1993 года на нем тяжело сказались он потом изменился но одно дело когда ты понимаешь зачем а другое дело как это могло бы теоретически быть на Украине когда просто одна группа желающих пользоваться кормушкой жестокими путями подавляет другую группу которая ну ну вы знаете никакого развития из этого не происходит происходит только свинство и вегетрия слава богу я думаю что Янукович не пошел на те советы которые были потому что ничего хорошего всего много нет а я в завершении слушая нас дискуссию я вспомнил минуту своего позора как редактора было лет десять назад когда я в статье вступительный журнал там уже о чем журнал я не помню короче там что-то было про демократию и про парламент и все и я значит в вступительной статье начал с того то что вот я хотел написать представительная демократия которую упоминал Саша в том числе а я написал представительская демократия у меня смешался Mercedes представительского класса и значит формы и не заметил но к несчастью заметили другие я значит получил достаточное количество значит реакций на этот счет таких глумливых но надо было как-то выходить из положения я написал колонку тогда еще в газету РО где признал собственную глупость но мне тогда пришла полная мысль что на самом деле если вдуматься вот наша демократия я тогда имел ввиду российскую она особого представительская потому что такой аксессуар ну такой в общем нужный элегантный вроде как все должны иметь но в общем то она не особенно то и понятно зачем предмет некоторой роскоши а на самом деле она мы не очень понимаем зачем она нужна и все время порываемся ее сделать какой-нибудь это было тогда про Россию сейчас мне кажется то же самое можно сказать уже и про те демократии которые раньше были представительными а сейчас превратить в представительские потому что люди вот перестали это воспринимать это конечно не конец истории демократии ни в коем случае я отвечаю на вопрос влады ли демократия я думаю что ответа нет но то что она никуда не денется и та или иная форма представительства останется востребованной это очевидно равно как и я надеюсь что наши дискуссии на эту тему тоже остались востребованными у нас еще будет один одно выступление в этом сезоне в июне 26 июня вот пожалуйста приходите а потом прервемся до осени а уж осенью но все иначе спасибо а аплодисменты не так а